И на эту сцену я хочу пригласить нашего гранд-партнера, Роял-премьера, Наталью Сорокину. Да, дорогие, ну что ж, всем добрый уже теперь вечер. Как ваше самочувствие в конце дня, скажите мне. Да, мы с вами уже начинаем, скажем так, заходить в финальную часть нашего мероприятия. И теперь наша задача сделать плавный переход в нашу с вами реальную жизнь. Потому что, скажите, пожалуйста, вот за это время, что происходит прямо сейчас? То есть мы, я предлагаю с вами поработать прямо вот как есть. Потому что мы сегодня все пережили очень много классных историй, сегодня, вчера. И вот это вот ощущение, кто испытал вот такое? Кто успел прокатиться за эти дни на таких качелях, где-то эмоциональных? Когда тебе, с одной стороны, безумно радостно за этих людей, ты реально кайфуешь, тебе кажется, вау, все возможно, а в какой-то момент тебя начинают это бесить. Честно, кто испытал вот это чувство? Бесят. Вот бесят они, выходят, все что-то им подают, бесят. Да, я вас понимаю. И на самом деле, мой психолог говорит, что признавать свои чувства – это правильно и хорошо, это экологично по отношению к себе. И вот сегодня действительно, сегодня и вчера был очень большой день. И у кого из вас за это время в голове уже стали рисоваться совершенно другие картинки, не того уровня, с которыми вы приехали вот в голове? Есть такое? У меня всегда, знаете, что происходит, когда я на таком мероприятии присутствую? У меня происходит как будто бы медитация. Как будто бы я вот выхожу из себя, и у меня какой-то внутренний диалог совершенно другого уровня. Какие-то идеи приходят, от которых я потом иногда просто в шоке вообще, откуда это все взялось. И, кстати, на одном из мероприятий нам с Иваном пришла идея сделать премьер. И это тоже когда-то было просто из уровня, ну, какого-то сверхъестественного. И я понимаю, что на самом деле вот после особенно выступления Никифора мозг разрывается. Потому что я представляю, ты приехал такой, гордишься собой, я закрыл там КМ, ключевого менеджера, или я закрыл директора. И вот кто испытал это чувство неприятное, когда вышел Никифор и сказал, а премьера можно сделать за год? Есть такое? Давайте, да, правда. И вот эти эмоциональные качели. Я понимаю, что на самом деле есть, конечно, и вот такие люди, которые сидят и слушают такие, ну, премьера за год, ну, как бы, я просто не сильно хочу, не очень надо. Если бы я захотел, я бы сделал точно. Оставим каждому всему свое время, у Вселенной свои планы. И вернемся к тому вашему состоянию, которое вы сейчас испытываете. Потому что есть, да, вот этот момент, когда вау. Когда ты увидел путь, может быть, даже еще не для себя, но про кого-то себе подобного. Когда, например, вчера Валера вышел и сказал о том, что я начинал с внедрения. Меня больше интересовал продукт, но я заинтересовался партнерской программой, и вот так вот я выстрелил. Когда, например, к нам вышли сегодня, да, на сцене стояли Хасяновы, Равили, Сурья, которые говорили, мы пришли из найма, мы пришли, ну, росли, да, то есть вот мы сегодня вот такие. И что сейчас происходит самое важное? Вот мы раньше людей пускали из таких мероприятий, как это, как попкорн. Варили же попкорн когда-нибудь. Это такое в кастрюле, когда попкорн такой, знаете, да, вот это, когда начинают выстреливать. Но мы столкнулись с таким моментом, когда люди выстреливают, а потом вот эта мотивация, она очень быстро теряется. Есть такое? Когда ты здесь сидишь, и тебе кажется, что возможно абсолютно все. Да я сейчас вернусь в свой регион, я прям всех порву и так далее. Но почему-то ты сидишь уже третий раз на этом мероприятии, и все еще не премьер, и тебя бесит Никифор и все остальные. И вот прямо сейчас происходит очень важная вещь. Нам надо заземлиться, и у каждого из вас сейчас есть точка выбора. То есть что происходит? Вы вышли из своего привычного контекста. Потому что когда ты живешь у себя в регионе, через какое-то время у тебя мозг засыпает, потому что ты встаешь утром, ты знаешь, где у тебя стоит зубная щетка. Ты знаешь, сколько времени тебе нужно, чтобы сделать кофе. Ты знаешь, сколько времени нужно, чтобы доехать до офиса, еще куда-то. То есть в какой-то момент времени твои паттерны вырубаются, и ты начинаешь жить на автомате. Понимаете, о чем я говорю? Понимаете? А нас-то интересует, как сделать сверхрезультаты. И вот сейчас можно вернуться в это состояние, все как было. Однако мы примерили вот это, да, сегодня с Еленой. Благодарю тебя, Лена, за это роскошное выступление, такое как гид, да, у Лены вскрылись новые таланты. Значит, когда мы посмотрели, примерили на себя весь год, и вот Никифор ввел новое слово «стратегический партнер». Когда мы разбирали на наших встречах с продюсером это понятие, мы очень долго, как это, спорили с Ником, потому что он говорит, я хочу поговорить с ним о стратегическом партнере. Мы такие, нет, давай ключевой партнер, это хотя бы понятно. Он говорит, вы не поняли, я либо так сделаю, либо ищите другого спикера. Понимаете, он манипулировал. И как бы смысл в этом, потому что на таких мероприятиях происходят новые нейронные связи. Мы задаем себе в том числе неудобные вопросы. И мы Никифору спросили, говоря, стратегический партнер кому? Там типа себе, компании. Он говорит, ребят, ну сначала, наверное, для себя надо быть стратегическим партнером. То есть если у тебя на себя нет стратегии, то что ты делаешь дальше? И уже потом ты понимаешь, что в том числе ты стратегический партнер компании, потому что ты принимаешь стратегию компании, и тогда происходит взаимное усиление. Дальше ты становишься стратегическим партнером для своей сети, когда сеть понимает, что ты не как, знаете, этот охранник сутки через трое такой отдохнул, что-то поделал, а когда ты действительно тот партнер, с которым хочется работать вместе. И прямо сейчас я предлагаю вам, тебе, каждому из вас примерить. Пусть это, может быть, еще в голове не ложится. Давайте будем честны, мне премьер. Вот так вот ты сидишь где-то, например, вот наверху, и премьер за год, но не ложится. Ну не ложится. Бывает такое. Давайте мы примерим, как будто бы мы играем в игру, в которой это для тебя, конкретно для тебя стало возможно. То через год, представим, что сегодня 2025 год, сегодня у нас 4 февраля, итоги года, мы же понимаем, что это некая константа, она точно настанет. И вот ты, премьер, у меня вопрос, как ты посмотришь в сегодняшний день из той точки, что ты почувствуешь? Есть коннект? Я знаю, у вас идет внутренняя медитация. Что может в твоей жизни улучшиться, проявиться? Вот представь себе, ты партнер, и ты, например, заходишь на переговоры. У тебя, может быть, в глазах, ну типа я подумаю, поиграю, примерю, если не получится, то пойду дальше. Может быть такое? Скорее всего, что нет. А когда ты работаешь со своими партнерами, о чем ты будешь разговаривать? Ой, а может быть, ты не поедешь или поедешь на школу КМ в мае? Да нет, тебя спросят, ты сколько с собой вывезешь? Сколько ты вывезешь с собой людей? Более серьезное отношение к себе. Но как бы если вот... Все же, да, наверное, понимают, что хочется успеха. Но если мы все ходили на тренинги, читали книжки, смотрели фильмы, все там еще, марафоны проходили, все делали, но при этом как будто бы и хочется и колется. Есть такое? Есть такое. То что нас может остановить? Вы сейчас скажете, о, Баян, сейчас будут говорить. Нет, я нашла очень нетривиальный, интересный момент, который хочу вам показать. На самом деле, между мной сегодняшним и моими большими целями есть одно узкое место. Понятно, там лень, дисциплина, планы. Это все понятно. Это, кстати, мы завтра. Все это техника, которую мы будем отрабатывать завтра на ВИП-дне. Но есть какой-то секретный ингредиент секретного супа, потому что если бы этого узкого места не было, это было бы просто шоссе, там бы все гоняли со скоростью. Но что-то отделяет. И давайте посмотрим, что. Хотите, расскажу? Секрет. Я же старалась, слайды делала. Точно хотите, развить уже не сможете. Что-нибудь увидели, нет? Мне сказали, они не увидят, я говорю. Надо верить в своих людей. Как это теперь развить, да. А это, знаешь, такая фишка. Надо показать вот это, и тогда все внимательно слушают. Кто слышал про такое понятие, как гомеостаз? Гомеостаз – это стремление любой системы поддерживать свое изначальное состояние. Пример на обычном языке. Например, когда нам с вами жарко, что происходит? Мы потеем. То есть наше тело автоматически, мы же не принимаем по этому поводу решений. Я сейчас поставлю цель, мне надо как следует потеть. Ведь нет? Нет. То есть это происходит автоматически. Нас подтягивает к нашей норме. Если холодно, что происходит? Мы начинаем дрожать и автоматически вырабатывать больше энергии, чтобы согреться. И таких примеров очень много. И если у нас… То есть это как раз-таки ответ на то, почему мы всегда хотим, но при этом почему-то идем в другую сторону. То есть я хочу стать премьером, но почему-то я не делаю те действия, которые меня к этому приведут. И давайте посмотрим, как работает гомеостаз, то есть вот это ядро притяжения к тебе, к норме, к твоей. В нашем бизнесе. В чем это проявляется? Например, допустим, ты работаешь на квалификации директор или ты работаешь на квалификации КМ, неважно. Кто с таким сталкивался? Ты уже примерно знаешь, во сколько у тебя презентация, сколько у тебя трех сторонок, сколько тебе времени нужно заложить на все твои встречи и так далее. Кто примерно понимает, о чем я говорю? То есть ты уже примерно знаешь. И ты же умный человек. Ты понимаешь, что этим количеством активности ты можешь оплатить определенную квалификацию. Как в магазин. Ты приходишь, вот сегодня Виталий сказал о том, что кого-то Роустрой смотрел за 56 миллионов. А представьте себе, вы бы приходили в магазин Global Intellect Service. Только приходишь и говоришь, мне, пожалуйста, директора. Тебе говорят, директор, это вот столько встреч, вот столько трехсторонних переговоров, вот столько мероприятий. Ты думаешь, а что есть подороже? Тебе говорят, ну премьер есть, посмотри. И ты такой, не, столько у меня не хватит. А что подешевле есть? Тебе говорят, ну на распродаже у нас вот КМ есть. Ты такой, ну ладно, по сейлу возьму. То есть представляете, да, как бы у любой цели нашей есть определенная цена. И наш гомеостаз в данном случае, это то, что я четко понимаю, и я должен четко понимать, не обладая сказочным мышлением, что если я делаю столько же, я приду к такому же результату. И вот у Никифора изначально презентацию, он просто ее, видимо, облегчил. Изначально у него там были пункты о том, что, например, он рано встает. И это правда. Потому что когда все спят, Никифор встает и успевает за это время поработать с командой. У него были слайды на тему того, что он следит за своим здоровьем. И это тоже правда. Потому что это твоя задача, вот ты запланировал свой успех, и это твоя задача поддерживать себя в ресурсном состоянии. Никто не будет за тобой ходить и смотреть, что ты ешь, что ты пьешь. Это понятно, что сегодня уже каждый это знает. Но тем не менее это твой выбор, потому что ты этим оплачиваешь свой заказ. Ты заказал премьера, будь добр, рассчитайся. А если нам, например, мы хотим что-то дорогое, но у нас сейчас денег не хватает, что мы делаем? Какие механизмы? Мы берем в кредит, правильно? В кредит, в долг и так далее. Как у нас можно взять в кредит? Даже когда у тебя не хватает каких-то ресурсов, возьми у кураторов, потом отдашь. Потом отдашь. Потому что вот сегодня на сцене вы видели классную сцепку, когда Валера закрыл квалификацию, и сначала, конечно же, он кочегарил своих людей, Женю, Хосяновых, Сырью и Равиля. Я как пример показываю. Сначала он их кочегарил. Точно так же, например, в какой-то момент Саша Рукьянов с Ириной кочегарили Валеру и всю команду. Мы точно знаем. И это было, знаете, как говорится, то есть ты брал у них кредит. Но сегодня, стоя на сцене, ты говоришь, Алла Верды, ребят, я вас благодарю. Ирина, все, что мы хотели, все с нами, правильно? То есть ты возвращаешь кредит. И это момент. И когда мы с вами, проблема-то в чем? Проблема в том, что когда мы из нашего привычного состояния, когда ты оплатил только директора, смотрим на результат, например, премьер, то нам кажется, что это... Какие мысли честно рождаются? По чесноку. Я вас вижу всех. Но как бы мысли рождаются следующие. Что ты, как бы ты хочешь, ты ведь умный человек, ты хочешь. Но проблема в том, что у тебя нет реальной готовности. То есть ты такой здесь, такой вот в низком старте, такой надулся, до дому доехал, подсдулся, он уже подсдулся. И потом, помните, второй слайд, типа, ну, как бы, я просто не очень сильно хочу. Вот такое дело. А да, любой дурак сделает, но... А вот. И знаете, после того, как возвращаются люди с наших мероприятий, они делятся на две категории. Каждый создает свое комьюнити. То есть есть люди, есть люди, которые ставят цели, которые такие, знаете, которые привержены своим целям, а есть люди, которых я бы назвала да-но, такие доношники. Типа, да, но просто Валера взрослый с бородой. Ну, как бы, а я девочка, а Валера, посмотри, Валера серьезный мужик, его слушают, а я не очень. Да, ну, например, Женя, посмотри на Женю, она приведет аргументы кому угодно, а я не могу. Да, но, допустим, Акулова, это пара, а я без мужа, что я одна сделаю? И начинается, и таких моментов много. Да, но Никифор очень крутой, да, но Валера, Виталя, посмотрите на Виталю, где я и где он. И вот эти доношники, отслеживайте, то есть, когда у тебя реально рождается в голове твоя мысль, вот в этом расширенном пространстве, безопасном, обрати, пожалуйста, внимание, или у тебя вот это да-но, и, блин, ты год свой просрешь еще один, или ты все-таки берешь вот эту смелость и делаешь следующее, и не создаешь, да, вот это комьюнити, потому что в это комьюнити тоже очень легко попасть, и там люди, знаете, чем делятся? Какие более, как бы, более уважительные причины, почему он не будет это делать или почему у него не получится? Я не поеду, знаете, как я угадаю эту мелодию с пяти нот. Я не поеду на школу КМ, потому что у меня муж. Она такая, говорит, надо чем-то крыть, а я не поеду на школу КМ, потому что у меня муж и двое детей. Следующий такой, блин, я не поеду, потому что у меня фикус, и как бы надо что-то делать, понимаете? То есть следите за тем, в каком комьюнити. И теперь у меня к вам нетривиальный подход. А что, вот мы привыкли, да, что есть гомеостаз, это то, что тянет нас обратно, это наша зона притяжения, это то, почему мы начинаем заниматься спортом, и, черт возьми, через какое-то время бросаем, потому что любой предмет стремится к покою изначально. И что, если бы было противоположное понятие, например, амиостаз. Это вымышленный термин, если что не гуглите. Я его взяла на другом тренинге очень классного человека, и мне очень понравилась эта идея. Мы с Сашей ездили в октябре, и у меня тогда родилось вот это выступление для вас. Мне очень хотелось донести эту мысль, я терпела с октября. Так вот, амиостаз, это когда ты проживаешь, то есть что происходит с нашим мозгом, когда мы сталкиваемся с, скажем так, у нас вот в преддверии есть какое-то х событие, которое нам не свойственно. Например, взять и закрыть директора. Или взять и закрыть какое-то количество партнеров, чтобы они сделали КМ и вывести команду в 10 человек, в 15 человек на школу КМ. Или, например, завтра взять и пойти на вип-день, хотя ты сегодня на бизнес-пакете, для тебя пока вот это состояние, ты сидишь и думаешь, хочется, но, да, но. Помните, да, но, да, ношечка. То есть это тот момент, когда ты намеренно идешь, у тебя появляется сверхцель помимо результатов. То есть у тебя и так есть выгоды создать вот этот амиостаз, но у тебя еще появляется как бы сверхцель, ты понимаешь, что ты свой мозг тренируешь через эти амиостазы проходить для того, чтобы ты мог по-другому воспринимать. То есть секрет кратного роста, я его с октября практикую, я в некоторых сферах очень выросла, то есть это находить ситуации, уровня, категории амиостаз по всех сферах жизни, находить и видеть их намеренно, прям, знаете, вот там, где тебя трясти начинает, это еще по-другому называется завиральная идея, там, где тебя начинает колбасить, выпиши, потому что за спрос денег не берут, бумага все стерпит, просто выпиши. Вот этот момент, что типа, да я в твоей голове все знаю, фигня, потому что пока это все в твоей голове, оно не работает, напиши, имей смелость просто выписать. И что дальше? А дальше необходимо проживать этот амиостаз и делать его своей нормой. Например, те люди, кто хоть раз делали вип-пакет, давайте поговорим, начнем с каких-то элементарных вещей, вот вы сделали вип-пакет, у кого было ощущение первую неделю, что вот это я вообще, было такое? Ну, честно, это, скажем так, не три тысячи рублей не валяется на дороге, надо тоже заработать, либо где-то, ну, саккумулировать. А через пару недель у кого оно прошло? И ты начинаешь такое смотреть, так, ну, полмиллиона, это не так много, в принципе, и ты еще не заработал эти деньги, ну, что произошло? У тебя твой амиостаз перешел в гамиостаз. Тебе в этом стало просто нормально. Если бы, теперь давайте немножко порассуждаем, пофантазируем, если бы твоя квалификация стала премьер, вот прошел год, реально, и я не знаю, как это сложилось, но у тебя квалификация стала премьер, то вопрос, что бы изменилось, если бы для тебя это стало нормой, что бы в твоей жизни изменилось? Почему тебе это важно? Какая твоя причина, что тебе это важно? И давайте посмотрим на примерах сразу же, что может стать амиостазом в нашем бизнесе. Например, вот я уже говорила, на каком пакете ты находишься? Страшно? Тем, кто на бизнесе, например, или даже на премиуме. Мы вчера с девушкой разговаривали, она говорит, слушай, ну как бы очень хочется, но тут надо выбрать правила игры, понимаете? Ты пришел, ты говоришь, я хочу вот эту квалификацию, тебе говорят, она стоит вот столько. То есть ты либо выбираешь, оплачиваешь эту квалификацию, либо ты проводишь еще один год и все повторяется. Допустим, в такой момент, сильные люди в твоей команде. Все люди хороши, сразу скажу, потому что у меня нет понимания, как бы типа, ну, типа этот лучше, этот хуже, потому что кто-то приходит, абсолютно на первый взгляд, ты думаешь, ну зачем тебе это? Ну зачем? А он потом берет и вырастает, да, Дима? И как бы он вот становится вице-премьером, да, да, да. Он потом берет и вырастает и надирает всем задницу. Нехило. Да. Или, например, я возьму Никифора, это абсолютная правда, он растянул меня, представляете? Он пришел и начал мне угрожать. Я приехала, значит, в Якутск, это правда, мне Ваня такой говорит, там, говорит, взрослый мужик такой серьезный, ты не дерзи ему, пожалуйста. Ну, знаю меня. Я посмотрела, реально серьезный взрослый. И когда мы разговаривали с ними, с Машей, ну Никифор говорит, я буду делать премьера. А мне, понимаете, мне ссык как-то было. Я не знаю же, а как он с такой скоростью сделает, столько людей придет в команду, а что я буду с этим делать? Мы так никогда не делали. Ну, то есть у него опыта нет, а вдруг он не справится. У меня вот эти доножки включились в голове, дано, дано, дано. Он мне говорит, Наташа, ты не поняла, я либо премьера делаю, либо ничего не делаю, выбирай. Я его уговаривала на ФД хотя бы, ну, слава Богу, не получилось. То есть, и для нас с вами, вот смотрите, когда мой мозг зафиксировал, что какой-то серьезный дядька или тетка, у вас точно у всех есть списки люди, которых вы так, этому позвонил, этому позвонил, этому позвонил, когда сделал результат, и пошел дальше. А кто-то, кто не в курсе, он позвонит ему завтра. И представляете, как будет досадно. То есть, это ваш мозг один раз проживает, и дальше вам становится не страшно общаться с кем угодно. Далее, например, ваша большая квалификация. У нас в этом спринте много людей закрыло новые квалификации, большие. Для кого-то большая квалификация, ты директор, для кого-то это РД, для кого-то это амбассадор, для кого-то это премьер. То есть, вот этот момент, когда ты проходишь, твой мозг точно знает, что ты не умрешь. Дальше тебе становится гораздо легче. То есть, твоя сверхцель, почему тебе надо зайти в Амиостаз, потому что тебе мозг натренировать надо. Это еще одна классная мотивация. Или, например, приехать на день рождения компании. Вот сегодня Лена, да, об этом говорила. У кого родилась идея приехать туда не одному, а слабо привезти 100 человек. А знаешь, какая фишка? Если ты об этом не думаешь, оно не произойдет. Потому что у тебя может прийти какой-нибудь новый, ну, допустим, Валера, и сделать этот объем сам, без тебя. Такое тоже может быть, но только если ты такую цель не ставишь, понимаешь, не придешь. И очень важный момент, что ты получишь в итоге при такой позиции. Ты получишь, что твой мозг научится не обходить вот эти вот Амиостазы. У тебя, даже если ты пройдешь его на троечку, вот ты замахнешься на премьера, может так быть, что ты до ФД дотянешь. Может. Но даже если ты пройдешь на троечку, это лучше, чем если ты вообще не пройдешь. Твой мозг научится держать на этом фокус и не бояться этого. Это очень важно. Теперь я даю вам задание. Можете сфоткать. Это повлияет на всю вашу жизнь. Очень непростая вещь, честно. Думаю, вот такая иллюзия, что типа, что там, господи, да, вот это, я выпишу. А ты попробуй, реально выпиши 10 хотя бы таких глобальных уровней для себя и посмотри, как ты в жизни в свою можешь это интегрировать. С чего начать? Как я уже сегодня говорила, да, у нас завтра будет вип-день и он будет посвящен практике, потому что вы заметили, что вот эти два дня говорили мы, а вы слушали. И иногда такой момент происходит, когда твой мозг немножко уплывает. Ловили себя на мысли? То есть ты как бы эмоционально причастен, ты прокачиваешься, но мозг ты немножко заснул, куда-то уже ушел там что-то делать и так далее. Уже мысленно тратить деньги с премьера, например. Так вот, завтрашний день будет только практика. Практика, которая нарабатывается, то есть ваша задача войти в этот амиостаз, начать проговаривать, например, те же там презентации, трехсторонки, сделки и так далее. Ваша задача войти в эту практику, это очень момент. Поэтому там будет только практика, практика, практика. Это то, где надо быть. Ну и, сейчас минуточку, мы провели социальный эксперимент. Значит, мы с компанией договорились и провели очень интересный научный нюанс. помните, вы каждый покупали билеты, и они вот с местами. Они с местами. Мы, значит, закупили новую технологию, и при помощи нее мы примерно рассчитали, исходя из того, ну, то есть, исходя из вашего социального профиля, исходя из того, где вы находитесь, где вы сидите, мы рассчитали, сколько примерно в этом году вы заработаете и какую квалификацию сделали. Посмотрите, у вас под стулом у каждого приклеено. Посмотрите, у вас у каждого под стулом приклеено. Нашли? Нашли? Нет. Потому что нигде это не написано, никто это не решает. Сидишь ты на своей галерке, ты сюда придешь и всех сделаешь. Пусть это будет твой самый крутой год. Поэтому я вам желаю быть верными своему выбору, растить вот эти новые нейронные связи, делать так, чтобы у вас амиостазов было больше, чтобы вы просто становились круче, чтобы вы гордились тем, как пройдет твой год, чтобы ты из точки Б смотрел на себя и думал, капитальный красавчик. Спасибо.